Двигатель 2,4 бензиновый, 75 л.с. Механическая коробка передач. Полный привод. Машина 1965 года выпуска. Машина приехала в сервис, ждет начала разборки. Продолжение следует. Разборка на молекулы. Раскидали машину на молекулы, открутилось все легко без проблем. В среду гружу все это добро в пескостроль. Раскидали машину на молекулу. Дефектовка. Итак, газик разобран, лодка и оперение, рама уехали в пескостройку. В их отсутске занимаемся тем, что занимаемся дефектовкой ДВС, коробка передач, РК и так далее. Конечно же, есть проблемы. Их отсутствие меня бы озадачило. На первичном валу коробка передач дефект на шестерне, фланец заднего моста под замену, в корзине сцепления меняем диск, меняем глушитель и так далее. Разбираем мосты, обслуживаем полностью с заменой сальников и смазки, очищаем, подготавливаем узлы под окраску. Пескоструйная обработка. Как вы прекрасно знаете, что процесс пескоструйной обработки только на поверхности выглядит простым и даже туповатым. Поливай из сопла и все. На самом деле это совершенно не так. Множество факторов, которых необходимо учитывать для получения качественного результата на выходе. Это и давление, и размер абразива, и сам абразив, и так далее, а нам нужен качественный результат. Поэтому мы не меняем компанию, с которой сотрудничаем уже несколько лет, МПО-механист. После пескоструйной обработки очень важно в короткий срок укрыть металл кислотным грунтом, дабы результат был на высоте. Двигатель на этой машине установлен УМЗ-417. Поначалу хотели заменить на оригинальный нижний клапанный, но затем взвесив все за и против решили оставить тот, что есть. Комплектация. Сейчас часть запчастей уже приехала с пескоструя, часть нет. Работаем с тем, что в наличии, перебираем, красим и выкладываем на участок сборки. Субтитры добавил DimaTorzok Приехала рама из пескоструй. Рама сразу была загрунтована кислотным грунтом. На фото, где рама серого цвета, это она уже обработана грунтонаполнителем. Далее окраска черным акрилом. Сборка газ 69. Продолжаем сборку газика. Продолжение сборки. Рама постепенно обрастает мясом. Глушитель. Установили глушитель. Конструкция глушака раннее, плоский. После 1968 граммов пошел круглый глушитель, в связи с этим была изменена рама и крепление. Колеса. Забрал диски и пороги из покраски порошковой. К этому времени пришла новая резина Я-248. Собрали колеса. Количество грузиков на двух колесах поразило. Я такого еще не видел. Малярка. Кузов сейчас в малярке. Фото с процесса прилагаются. Продолжение следует. Кузов окрашен. Кузов приехал из малярки вместе с капотом. Как все покрашено мне очень понравилось. Продолжение сборки. Продолжаем сборку. Газика. Лодка уже заняла свое место на раме. С колесами ситуацию исправил путем замены дисков и резины на новые. Близится завершение работ. Газик уже собран, проехали по территории завода, по снегу, чтобы не запачкать. Сейчас готовимся к нанесению раскраски под комендатуру. Подготовка к нанесению цвета графической раскраски. Собственно все в названии. Готовим машину к раскраске. Фото с места событий. Цветографическая раскраска нанесена. Выглядит прямо как на плакате. Сейчас занимаемся разработкой кады для нового каркаса тента. Каркас нужен новый, так как на крыше нужно расположить два колокольчика. Их чистый вес 8 килограммов. Последние штрихи. В настоящий момент почти все готово. Сделан новый каркас тента. Разработано крепление антенны на порог. Разработано по эскизам стойка для радиостанции R123M и ГУ-20М. Сейчас ждем тент и будет машина готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В настоящий момент почти все готово. Сегодня установили стойку в кузов с радиостанцией R123M и громкоговорящим устройством. Ждем маленькие пластинки для П-образных скоб, что для тента. Наконец, дошли руки. Установить на свое место крепление антенны H4. Наконец, пошит тент. Сегодня одели, сидит неплохо. Порадовал зазор дверных надставок. На днях все будет установлено окончательно. Все тент готов. Сидит и выглядит отлично. Радует зазор между надставками дверей и тентом. Радует зазор между надставками дверей и тентом. Продолжение следует... Приятного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова